Уважаемые зрители, вы смотрите канал Главтема Народ. Я Александр Бабылев, и мы, это уже становится хорошей традицией, беседуем с экономистом и предпринимателем Дмитрием Потапенко. Дмитрий Валерьевич, спасибо, что уделили время. Думаю, что, кстати, не зря, прошлый выпуск хорошо смотрели. Особенно там людям понравился вот этот вот тезис, который вы в своем стиле так обронили, о транзите власти и немножечко о гражданском обществе, и немножечко напомню, о чем речь была. Вы сказали, что если президент вдруг надумает остаться у власти на пятый срок, на шестой срок, то что вы, почтенная публика, сделаете? Вот хочу сказать, что так совпало, что я и с Владимиром Вольфовичем Жириновским поговорил на эту тему в прошлую пятницу. Друзья, кстати, кто выпуск не видел, он есть на канале. Посмотрите, мега информативно. Ссылку дам в описании. Он, вы как воду смотрели, сказал, что... Конечно, скорее всего, они пойдут по пути усиления должности председателя правительства. Может быть, даже прямо переход на парламентскую республику и президента избирать на заседании палаты, как Германия. Германский вариант. Вот президента избрали, он ордена вешает, выступает, что-то поехал за границу. Будут какие-то конституционные изменения, вы считаете? Обязательно. Им нужно усилить. Или Совет Безопасности. Дать ему, допустим, полномочия приостанавливать указы президента, решения правительства и решения федерального собрания. Если они видят, что что-то не то, у них будет полномочия приостановить. Ну, вот казахстанский вариант, допустим. Чим на благородном. А? Чим на благородном. Сиди, отдыхай, а попробуй кто-нибудь что-нибудь не так сделать. Парламентская республика нас ждет. Увеличение полномочий премьера. По конституции премьер может сидеть сколько угодно. Было бы большинство в парламенте. А в парламенте мы большинство делать умеем. Ну и второй вариант, который я, честно говоря, не очень понял, это расширение совбеза, расширение полномочий совбеза до возможности блокировать законодательные инициативы, решения исполнительной власти. Похоже это, как вот, по вашему мнению, на правду? Ну, не обязательно совбеза. Для этого существует еще госсовет. То есть, вероятность сделать, как делал Назарбаевым, когда он вроде как ушел, но не ушел. Когда действующий президент, по сути дела, подписал указ, в котором он по формальным признакам вроде как президент, он сложил с себя полномочий, потому что все указы обязаны быть подписаны у отошедшего как бы от власти Назарбаева. Другое дело, что когда я говорю, тут все-таки у многих вызывает когнитивный диссонанс, я осознанно говорю и о том, что трансфер власти невозможен, и о том, что власть будет меняться. И здесь нет никакой ошибки именно по причине того, что ключевым фактором в так называемых политических изменениях будет, на мой взгляд, это как раз изменение экономики, переломы в экономике, которые наши власти, в общем, осознанно создают. Почему я говорю там про серьезные какие-то потрясения экономические 21-22 года, которые, на мой взгляд, как раз и наложатся на усталость, на усталость элит, она сейчас устала уже, устал Владимир Путин, он очень давно устал, он с нами 20 лет уже мучается, бедный, несчастный, соответственно, ему хочется чем-то другим заняться, и он, в общем, в той парадигме, в которой отойти-то он бы отошел, да куда же он отойдет, потому что он выкормил таких волков, которые первые, кого порвут, так это его детей, его семью, ну, его самого так, постольку, поскольку. А он это осознает? Да, конечно, он очень хорошо осознает, он же этих ребят выкармливал, он прекрасно понимает, что первично, ну, вот у нас сейчас с вами сегодня, практически на днях, вернее, произошло то, что его морали с президентом Боливии уехал из страны, и ключевым фактором в этом перевороте было, естественно, участие штыков. Поскольку Владимир Путин работал в спецслужбах, пусть и на невысокой должности заведующим клубом, в общем-то, но, тем не менее, он понимает, как действуют соседние подразделения, такие, которые умеют работать как агентурной сетью, так и умеют работать с помощью оружия, то он выкормил очень серьезных волков, и он прекрасно понимает, что сегодня он ходит с охраной, а завтра он ходит со своими палачами. Поэтому многие очень сильно радуются, переживают, даже говорят, вот, там, президент приехал с охраной. Это не с охраной приезжает, а с палачами и конвоем. Не путайте, вот, это самый незащищенный человек, он ходит в окружении абсолютно вооруженных людей. Кто вам сказал, что кому-то из них по какой-то причине не представится желание прострелить ему голову, чем он может защититься? Поэтому это не плюс охрана, а минус. Умеете вы сказать вначале что-то сенсационное, я что-то даже не рассчитывал, что так глубоко копнете? У меня у самого была охрана, 16 человек, и сам я, если вы помните, был в охране президента банка, банка российских, где-то что такое работа телохранителями, я прекрасно понимаю. И говорит, что, если я напомню вам, опять-таки, что большая часть вот этих всех каких-то покушений производилась людьми, которые якобы, безусловно, преданы, якобы на них имеется папочка, якобы на них, на их родных и близких, их родных и близких держат в заложниках. Тем не менее, почему-то это происходило. Видимо, в этом есть причины. А вот все-таки, что касается гражданского общества, заранили вы в меня тогда сомнения по поводу его зрелости. На это сомнение стало наматываться фактура, которую трудно не видеть. И сомнение превратилось просто в мнение о том, что, как знаете, в старой грустной шутке, то, что мы со старухой принимали за оргазм, оказалось астмой. То есть в интернете что-то, какая-то активность есть, прям много карбонариев, там, дизлайки накидать, Тимати, там. Это да, это много народу. Но в реальной жизни, чтобы власть не спустила сверху, действует другой принцип. Помните, поговорка такая есть про «расу и глаза». Я вопрос задал Валерию Соловью, который много выступает, и мы с ним в очень хороших отношениях. У него оптимистический взгляд на вещи. Он считает, что гражданское общество с невиданной скоростью в России кристаллизуется. Но задам вопрос, который я задал ему и вам. А вы не считаете, что очень похоже на то, что гражданское общество, еще до того, как оно сформировалось, просто на наших глазах терпит крах? Фактуру не называем. Ну, понятно. Смотрите, с Валерием Соловьем мы, как вы знаете, проходили в том числе и президентскую кампанию. Он работал в президентском штабе, господин Титова, поэтому долго с ним, как говорится, общались. Здесь одно не противоречит другому. Когда Валерий Соловей говорит о кристаллизации гражданского общества, надо бы просто расширить вопрос, а в каком объеме происходит эта кристаллизация? Происходит радикализация, да, это правда. Все, кто попали под дубинки Росгвардии, ОМОНа, и более того, те, кто работают в Росгвардии, в ОМОНе, они тоже кристаллизуются. Причем кристаллизуются далеко не в сторону власти, как это не покажется печально для власти же самой. Поэтому здесь кристаллизация происходит. Но насколько этих кристаллов достаточно для каких-нибудь серьезных изменений? Поэтому, когда мы видим дизлайки условному Тимати, я вас уверяю, что аудитория, которая делает эти дизлайки, она очень невелика. Достаточно просто посмотреть количество подписчиков очень популярного телеканала Дождь. Их всего 76 тысяч. Поэтому я оцениваю по массу людей, которые придерживаются сколько-нибудь свободолюбивых взглядов по России. Опять-таки можно взять канал Алексея Навального. Сколько у него суммарно подписчиков? Их где-то там полторы-полтора миллиона. Поэтому я оцениваю, что в общей сложности людей, сколько-нибудь свободолюбивых взглядов, их приблизительно колеблется в районе 3-4 миллионов. Почему эта цифра крайне... Это столичные жители? Это не только столичные жители. Мы вообще очень гиперконцентрированы в городах миллионников. Нас там 25, максимум 30 городов, где проживает все население. У нас, по сути дела, вся Россия это пустыня. С точки зрения человеческого капитала, и мы сконцентрированы в ней. Но, опять-таки, почему очень важны эти цифры понимать? Цифры о чем говорят? Что количество чиновников и тех, кто так называемые провластные, и количество людей, которые противовластные, приблизительно одинаково. А основная и проблема заключается для того, что мы называем гражданским обществом. Я подвожу обратно к этой тематике. Что 3 миллиона с одной стороны и условных 3 миллиона с другой стороны, они просто обладатели разных идеологий. Вот именно разных идеологий. Одни, грубо говоря, присосались к некой верхушке или к этому ручейку. А другие пытаются бороться за некую свободу. Среди них и присутствуют люди, которые тоже пытаются, попросту говоря, поменять этих условно плохих на этих условно хороших. Точно так же, как и в этой когорте существуют так называемые, условно говоря, не государственники, а либералы, которые выступают. Поэтому диффузия вот этого ини-янь с вкраплением, как раз в чем очень важно в ини-яне, это как раз вот эта граница первая. Все очень любят смотреть на этих рыбок в большом масштабе. Надо смотреть как раз мелком, что происходит на границе, какая диффузия. И вот на этих капельках, которые глазки внутри. Вот это самое интересное как раз в этой всей истории. В образе. Да, в образе, да, в этом всем. Поэтому здесь и там, и там 3 миллиона. И когда мы говорим про гражданское общество, крайне важно, как не покажется странно, чтобы вот эти 3 миллиона, не важно какие, провластные или не провластные, причем я вот сразу могу сказать, что это не важно, они все больше вовлекали вот эту основную массу. Ну, у нас вот порядка там 70 миллионов избирателей, там цифры гуляют, там кто-то говорит 64 миллиона, кто-то говорит там 74, не принципиально. Но вот суммарно у нас, предположим, там 6 миллионов. Нам крайне важно даже, если бы, например, властные побеждали, чтобы они могли включить в оборот вот эту инертную массу. Не просто ею пользоваться, когда она подписывая их на выборах, на выборах к себе, пользуясь административным ресурсом, а включить в ресурс. Потому что в России проблема вот как раз в этих условных 60 миллионах, что они не обладают никакой идеологией. Ни левой, ни правой, ни голубой, ни зеленый, ни серо-бурмалиновый. То есть людям срать. И основное, что они подключают к себе в Вену ящик, то есть основное, что почему до сих пор я не могу согласиться с тем, что происходит кристаллизация. Вот в этих трех миллионах, и в этих, и в этих, кристаллизация уже давно произошла. Основное, вот здесь ящик включили, простые ответы получили, думать не надо, и все великолепно. Поэтому этого для изменений в России недостаточно. И изменения будут происходить не благодаря условным там свободолюбивым или либеральным, любым там примените терминам, или патриотичным, наоборот, если вам так очень сильно нравится терминам, вот в этой когорте. Они не вот эти выиграют, а вот эти проиграют. Потому что эти рукожопы, они не умеют управлять, они не умеют, то есть они сами себя погубят. И это крайне важно понимать, потому что в следующей итерации, когда это произойдет, а это произойдет в очень коротком промежутке времени, вот основная масса, и эти, которые возрадуются, они будут кричать, смотрите, мы победили, нет, ребята, не вы победили, вот эти проиграли. А это принципиально другие стратегии дальнейшего развития. Друзья, понимаете, да, о чем речь? Это все просто про другое. Именно поэтому это меня сильно очень тревожит, что победа будет, но это победа не благодаря вам, а вопреки. Вот эти вот пассионарные 3 миллиона, которые, условно говоря, за нас. Вторая политическая сенсация из интервью с Владимиром Вольфовичем касалась вот именно их настроения, их протестной активности, Владимир Вольфович сказал. Вот такое демократизация, или какого-то варианта Майдана, или какое-то вот смещение, изменение каких-то резких во власти через протесты не пройдет. Будут арестовывать заранее, рано утром, а главное, экономически будут душить. Вот как ФБК происходит. Вот как ФБК. Все, вот где у тебя деньги? Реально, миллиарды у них? Откуда, ребята? Вы же бизнесом не занимаетесь. А накачивают оттуда. И Ленин накачивали также. И Троцкого. И потом всех диссидентов накачивали. А тут уже в открытую гонят. Сейчас же перевод за 5 минут, уже деньги пришли сюда. И погнал их дальше. Сто раз однодневные какие-то фирмы. Поэтому не будет варианта, чтобы власть струсила или отошла в сторону. Поэтому я никому не советую переходить к вариантам сопротивления, типа как в Киеве. Русской весны не будет. Будет русская кровь. Но тихо, ночью и заранее. Абсолютно логично. Владимир Вольфович при власти уже очень долго. Он еще у нас все-таки член КПСС. Я не помню с какого-то там 70 какого-то года. Лохматого. Так что, в общем, он прекрасно понимает природу истинную. Политический механизм он прекрасный. Да, многие его называют клоуном. Он, конечно, уже стар, суперстар. Абсолютно адекватный, трезвый, умный человек. Ну, конечно. То есть, когда... У Вольфовича очень... То есть, одно дело, когда он за камерой, или он работает на огромную публику. Или просто путают имидж. Он прямо врубается. Он вам может чего угодно изобразить. Он, в этом смысле, он красавец. Другое дело, что, конечно, бы заменить его невозможно. И то, что ЛДПР это партия одного человека, это, конечно... В том числе, как и, собственно говоря, и КПРФ. То есть, для меня, то, что наша так называемая парламентская позиция это партия человека, а не систем. Ну, потому что я понимаю, что они хотят сидеть на системе распределения, что по-другому они не могут удерживать своих. Но это как раз показывает низкий политический и менеджерский ресурс. Ну, что касается экономических удушений, вот то, что сейчас с ФБК происходит, это достаточно... Это вот мы видим, это его прогноз, по сути, он уже... Ну, реализован. Но он был реализован раньше, поэтому, в общем, я думаю, что он всего лишь его озвучил. Ну, это нормально. Я вообще не очень понимаю, почему дали открывать... Сейчас только Филёвов. Конечно. Ну, вообще, если честно, то есть, для власти такое вот, такое гнобление, в общем-то, достаточно для них не опасной позиции. Непродуктивно. Ну, вы об этом часто говорите. Да, я частенько об этом говорю. Наоборот, надо разрешить. Да, я регулярно говорю, что если бы у меня, если бы я был президентом, я бы заставил их... С троевым шагом? С троевым шагом каждого тридцать первого числа, чтобы там в 12.00 еще перекрывал бы улицы, и люди бы сами бы их изненавидели. Ну, это мой подход. Я очень рационален в этой всей истории. А вот это все... За это вас и ценим. Да, а вот это все, там, давайте этих загнобим. Ну, давайте. Сами же себе вы создаете проблемы. Радикализируйте персонали какой-то, сажайте по московскому делу. Ну, опять-таки, вот, ну, власть завалит себя сама, а не ее кто-то со стороны. А вот, если можно, пошлый вопрос. А на самом деле, а денежки-то откуда в БК? Ну, если касаемо денег, разговор о том, что приходят печеньки госдепа, это, конечно, классная штука. Только другой вопрос, а нахрена? Вот госдепу заняться, правда, нечего. Ну, то есть, ну, чего должен опасаться госдеп в случае прихода Алексея Навального? Ну, поймите правильно, все решает расчетный счет. Да, так вот, возвращаясь, собственно говоря, к деньгам ФБК и всех остальных. Неужели краудфандинг? Краудфандинг, плюс ко всему, с точки зрения как раз механизма внутри башенных разборок. Я знаю людей, которые, в том числе из администрации президента, подкидывают деньги, подкидывают материалы. И это абсолютно нормально. С материалами это очевидно. Ну, а спорт курение не помеха, поэтому здесь не те, не дни, чтобы вы все понимали, содержание штабов, это не такие уж большие деньги. То есть, на город нужно месяц, условно говоря, 300-350 тысяч рублей. Ну, там, с зарплатами, волонтерами, офисом, что-то можно сделать бесплатно, с какой-то там наружкой. Поэтому это не фатальные, не какие-то не фатальные деньги. Конечно, учитывая подешевевшую офисную недвижимость. Ну, поэтому, да, с учетом того, что много идейных, и это нормально, я считаю, что все, что делает Алексей Навальный, я многократно говорил, что Навальных должно быть много. И то, что идут, кстати, многие считают, что корпоративные разборки это плохо. Нет, это хорошо. Не может никакой расследователь вытащить весь материал. То, что как раз корпорации дерутся, или башенки дерутся где-то под ковром, а потом это кому-то выбрасывают, и должен быть информационный слив. Для этого, собственно говоря, существуют независимые СМИ. И далее, в данном случае, Алексей Навальный выступает как очень мощное, очень активное, очень правильное, альтернативное СМИ. У него прекрасные, соответственно, информационные ресурсы. Как часы работают, и подача, и все очень. Да, очень-очень грамотно, он хорошо работает в кадре, прямо ребята его монтируют. То есть, здесь просто респект и уважуха. Так должно работать регулярное СМИ. То есть, если бы у нас была свобода СМИ, вот Алексей Навальный, это прямо свобода СМИ. И прекрасный журналист-расследователь. Чтобы с удушениями закончить, меня товарищи просили у вас, зная ваши дружеские отношения с Павлом Николаевичем, узнать, как там дела в совхозе имени Ленина. Потому что со стороны, похоже, что при сочувственном молчании гражданское общество додавит. Ну, я, в общем-то, эту ситуацию рассказывал, как она будет развиваться. Собственно говоря, по этому сценарию она и развивается. Только другое дело, что, конечно, Павел Николаевич, Паша, конечно, сопротивляется. Он молодец, прямо... Очень удобно себя ведет, не в депрессии. Ну, не без этого. Приходится ее там как-то стараться подбодрить. Но, в целом, конечно, просто респект ему за его такую бойцовскую позицию. Многие же задают вопрос, типа, а как его поддержать? Я вот регулярно говорю, ребят, ну, пока он, слава богу, там, я в одном из видео сказал, что, типа, все, поддержка же, она очень, с одной стороны, простая, а с другой стороны, сложная. Вот это к вопросу о гражданском обществе. Вся поддержка – это обычная работа в судах. А что такое суды? Это вы должны приходить на каждый судебный процесс и приходить в зал. Сами пробиваться в этот зал. Сами вас оттуда будут выгонять. Вы должны писать ролики. Вы должны у себя в социальных сетях это размещать. То есть вы должны тратить время во время своей работы. Там, оплачивать адвокатов, когда у него не станет денег, пока у него еще есть деньги на... И адвокаты многие работают про БОНа, то бишь, бесплатно. Выходить на одиночные пикеты. Ну, я много это раз говорил в разных видео. Что у нас, одиночных пикетов в поддержку Павла Николаевича, что ли, стало много? Что у нас, не знаю, он набрал 11%. Где эти 11%? Хочешь сказать, ау! Если бы эти 11% были живые и активные, которые там говорят, мы готовы. Готовы, это означает, что 365 дней в году, там, каждый день, в каждом городе должно быть 10-15 одиночных пикетов в разных местах, которые стоятся, и люди должны идти сменяться в поддержку Павла Николаевича Грудинина. Сейчас будет у нас куча комментариев. А где лидер организуйте? Лидер это ты. Ну, вот это к вопросу о том, что гражданское общество. Где оно? Все время нужен лидер, вождь нам нужен. Если вам нужен вождь, вон, идите к Кремлю, у вас есть вождь один. Гражданское общество это не провождизм. Гражданское общество это когда каждый осознает, что все зависит от него, что ответственность его. Кто-то там создает информационные продукты, кто-то выходит на пикеты. Делайте то, что вы можете сделать. Я, например, в своих программах регулярно освещаю и ШИЕС, и московские дела, и то, что происходит у Павла Николаевича. Пожалуйста, кто вам мешает создавать информационные продукты. Ну, вы знаете, вы в каком-то смысле, и может быть и я уже даже частично, казалось бы, не очень заметная величина в интернете. Вы людям подаете надежду, что именно вы возглавите. Понимаете, вот они говорят, дайте рецепты, назначьте. А я всегда отвечаю на этот один вопрос. Овощам президент не нужен. Им нужен царь. А не овощам президент не нужен по причине того, что они не овощи. Вот вам простой ответ. Если вы хотите, чтобы я вас главил, то с чего вы решили, что я вас не трахну потом. Как трахнул этот лидер? Поверьте мне, что я умнее, циничнее, чем он. Я просто, ну, такой, знаете, каминг-аут, а сейчас вот как раз, прям, чтобы вы потом надрочили в комментариях. Осознайте одну простую вещь. Нужно строить систему, а не лидеров возводить в ранг каких-то. Вот там Потапенко в президенты. Я не хочу, чтобы была президентская республика. Я хочу, чтобы у нас была федеративная республика. Как она и написана, Российская Федерация. Чтобы управление было, строилось не на Потапенко президенте, а на муниципальном управлении в Бадайбовск, на Колыме, во Владивостоке. А Потапенко, если в лучшем случае было, было таким, знаете, исполнителем-директором-кооператором, который координировал бы все эти вопросы, но никогда в жизни не возглавлял. А возглавляли бы лидеры в Бадайбовск. Условно. Вот это для большой страны только один единственный выход. А если вы хотите видеть президента, боюсь, что вот я вам не подхожу совсем. Потому что я, у меня в мозгу совершенно другая система управления. Принципиально. Поговорим об экономике, раз уж. Росстат посчитал объем серых зарплат. Сейчас, кстати, вспомнил Владимиру Турову. Хорошо бы было вам об этом спросить. Как они считали эти зарплаты? Вышло у них 13 триллионов. Поскольку считается, что администрирование НДС достигло своего предела, в следующем году, по неофициальной информации, ФНС возьмется за серые зарплаты. Дмитрий Валерьевич, это не будет той последней капли никотина, которая убьет лошадь? Нет, в данном случае не будет. Причина очень простая. Я считаю, что уже сейчас, еще два года назад, само ФНС отчиталось, что в 45% компаний работает один человек, по-моему, еще в 10% или 15% компаний, там есть ссылки, их можно найти в открытом источнике, работает один, два, там три человека, а еще в 5 или 10% компаний работает до 5. То есть суммарно 65% компаний, в которых числится максимум до 5 человек. И были две компании, в которых зачислено 600 человек. Значит, то, чего добилось ФНС, своими репрессивными мерами, а репрессивными они не первое десятилетие, потому что экономика сползает в стагнацию не первое десятилетие, они отчитываются, что у них растет собираемость налогов, причем собираемость колоссально растет на 20%. Экономика там полудохлая, а у них на 20%, и они говорят, что они выводят все из тени. Тогда должен быть законный вопрос. Правильно я понимаю, что если у вас в этом году вышло из тени, вы вывели из тени там на 20% больше, что в предыдущих годах вы работали плохо. Почему вы никто не расстрелян, никто не уволен? Ну, означает же это так? Почему все считают, что это отличный показатель? Значит, вы что, в предыдущие годы была коррупция? Почему нет посадок, расследований и всего остального? То есть почему вот все... Хороший вопрос. Так это единственный правильный вопрос, который должен задать руководитель. Почему раньше вы этого не сделали? И если вы все время режете кошки хвост по частям, то правильно ли я понимаю, что все затраты на фискальную реформу, вы, попросту говоря, мне осознанно, вы сами себе создаете поле для зачистки. То есть вы все время сдаете мне не до конца. Ну, вот если бы я был руководителем всей этой истории. На самом деле все несколько по-другому. Бизнес убивается, вернее, он уже сдох полностью. И так называемая собираемость налогов растет с тех, кто уже есть. Попросту говоря, сейчас нету налоговой проверки, которая не может доначислить налоги. Я работаю регулярно с нижним и средним менеджментом налоговых служб. Они в открытую говорят, что если мы придем без штрафа, значит, нам скажут, что это коррупционная составляющая. Если мы не увеличим собираемость с тех, кто на свету, значит, мы, соответственно, значит, что-то мы там не доделали. И когда речь идет о серых зонах, а дико извиняюсь, а что ж у вас есть следственные функции? У налоговой службы нету следственных функций. Все, что они знают, это расчетные счета. Хотят подключить Следственный комитет. Ну, это только Следственный комитет и налоговые... Тут вызывать сотрудников компании, спрашивать у них. Да, но только Следственный комитет, несколько другая организация. Они могут сколько угодно, это 300 раз подключать. Показательные выступления они могут сделать. Но только Следственный комитет смотрит на эту работу принципиально. Они не подчиняются налоговой службе. Они относятся к налоговой службе совершенно как к гражданским персонажам. Следователи, это следователи. Это люди с оружием, это с правом сажать и нести. И очень серьезные. И что, они будут с этими гражданскими в этих костюмах без погон, без ничего работать? Ну, показательно, под камеру пару раз поработают. Когда будет окрик, поработают. Но Следственный комитет... Интересно. Они занимаются другим. Именно выдаивать 10 рублей, какую-то зарплату искать. Они работают по-крупному, они отжимают серьезный бизнес. И вот эту мелочевку вытаскивать... Ну, то есть, это хорошие бравурные заявления. Но в корпоративной структуре власти, соответственно, как только какой-нибудь ФНС-ник перебежит дорогу следователю Следственного комитета, вот тут-то у нас и тут же всплывут и так называемые крышевания казино, и схемы по возврату НДС. Поэтому, и плюс ко всему, я сразу могу сказать, ни средний, ни мелкий менеджмент не будет работать со следователями, потому что они как раз это и понимают, что под раздачу, как только они со следователем поработают, то первое, кого он постарается нахлобучить, это как раз будет ФНС-ник. Потому что ты что, можешь что-то как-то противопоставить этому волку из Следственного комитета? Так что... Это же какая красота, поборолся с коррупцией. Конечно, конечно. Это очень хорошее... Поэтому это все эти бравурные заявления мы подключим. Кто вы такие по отношению к господину Бастрыкину? Вы немножко так это, полян-то секите, кто вы и кто он. Это вещи вообще там в разных полянах. Да, зачморить какого-то коммерса вы в состоянии. Зачморить физика там, ИП-шника, да, вы в состоянии. Но в вашей иерархии вот этих волчьих законов вы там никто. Вспомнил 15-й год, когда водили в Платон по России 24. Так получилось, надо, кстати, замечание редакции сделать. Прошло два подряд сюжета. Митинг водителей в Махачкале, протестовавших против введения. И потом Владимир Владимирович наконец-то решил что-то сказать по этому поводу. Говорил он недолго. Сводилось это к тому, что, ну, мужики, так по-отечески он даже выразился. Ну, пора выходить из тени. У меня вот нет вставной челюсти, если бы была бы упала, потому что я подумал, царь, батюшка. Ты на них посмотри. На их обшарпанные КамАЗы, как они одеты. Посмотри на руки, которыми они держат микрофон. Они в этой тени не шикуют. Они уже... А ты их на солнцепёк тащишь. Вот, Дмитрий Валерьевич, вопрос такой. Вот эта бюрократическая машина, которая каждый год на 20% наращивает собираемость. Она продолжает работать по инерции или всё ещё существует приказ собирать этот огромный денежный навес в бюджет, который как-то и вниз вообще никуда не протекает. Просто складывается. Ну, начнём с базового посыла. Значит, первое. Не существует никакой белой и чёрной экономики. В природе не существует. Это то, что мы ошибочно называем государством, начинает навешивать ярлык. Вот это белое, вот это чёрное. Значит, в нормальной экономике существует только экономика криминальная, то бишь иная экономика, которая убивает конечного потребителя. Почему там наркомания, это, в общем-то, криминальная экономика? Да по причине того, что вымирает последующая. То есть, нет потребителя потом, да. И вот сначала начинается разделение именно криминальной экономики, а не криминальной. То, что делают водители, разговор о том, что они не платят налоги, это абсолютно прямейшая ложь. Они не должны платить те налоги, которые, так называемые сборы, которые вы на них повесили, причём отчисляете в частную организацию, а не в государственную организацию. При этом используя налоговый кодекс для того, чтобы их загандошить полностью. Вот, в частную организацию, причём подчёркиваю. Вот, и здесь ключевой вопрос, что вы хотите получить? Это было, платон вводился для того, чтобы зачистить поле под, так называемых, государственных перевозчиков. На самом деле, это перевозчики, которые принадлежат конкретным физическим лицам во власти. Как вы знаете, полтора месяца я ездил с дальнобойщиками, что называется, в Кунге. И я там, в том числе мы были в Махачкале, в пробеге там. И я махачкалинских водителей прямо вот обожаю, потому что это прямо очень силы силы, да. И потом, после этого, было зачищено, соответственно, поле властное. Туда был назначен, соответственно, ставленник из так называемой Москвы. Но это не привело к утихомириуму Нью-Кланов. Это привело, наоборот, просто к залеганию их на дно. Поэтому здесь то, что делается с Платоном, ну, точно так же, как с Меркурием. Меркурием во всех, или эгоисом там, в лесной отрасли. Ну, просто появляется огромное количество абсолютно неверной статистической информации. Потому что в этой базе начинают регистрироваться ООшки, ИПшки, которые потом умирают. Если вы не знаете, то, например, чистый убыль по ИП, по-моему, и по ООО в этом году в три раза. То есть зарегистрировано меньше, чем зачищено или умерло. Это же не первый год такая. Или это не, да, это тенденция не первый год. Поэтому то, что получается, получаются битые ссылки. И в этой информационной базе, в том числе ФНСников, полная хрень. Полная хрень. Да, они могут видеть до 35-й платежки. Да, напомню, что АСК-3 у них не встала и еще не взлетит очень долго. А вот мелкие ФНСники завалены обычной макулатурной работой. Вот прямо макулатурной работой. Ты приезжаешь в ФНС, там какая там электронная база? У них лавки сделаны из кип-бумаг. И это вот, это какой там 21-й век? Ну вот как-то так. Не могу не спросить вас. К вам на «Серебряный дождь» приходил Александр Александрович Аузан. Большая умница. Это декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук, профессор, автор великолепной книги. Друзья, кто не читал, очень советую к прочтению «Экономика для чайников». Знаете, слушал я вас и чувствовал себя Шариковым, который не согласен ни с Энгельсом, ни с Калуцким. Значит, он сказал три тезиса. Мне показалось, что и вы тоже с ним хотели поспорить. Тезисы были такие. Первое. У нас экономика все-таки растет при падающих доходах. Тезис номер два. Значит, тот рост, который имеет место быть, и тот денежный навес, который образовался в виде профицита, нельзя спустить вниз, потому что вверху его перехватывают элиты и выводят в офшоры. И третий вопрос. Понизить налоги тоже нельзя, потому что тогда рухнут муниципальные бюджеты. Дмитрий Валерьевич, пока его нет, может, покритикуем? Надеюсь, он не слышит. А его нет. А почему? Вопрос не критики. Когда мы говорим, ну, то есть, не то чтобы поспорить, там можно было завязать дискуссию, но задача все-таки ведущего – давать возможность высказаться, направляя, давая какие-то маркеры. Значит, экономика действительно растет, но вопрос просто… Есть несколько России. А можно уточнить? Она растет так, с которой собирает данные Росстат, насколько я знаю, малый, средний и микробизнес данных-то не дает? Не дает. Он растет, экономика, условно говоря, элит. Наблюдаемая. Ну, конечно, наблюдаемая экономика элит, она растет. Это правда. И она будет расти. При этом вот в России, которая является там основой, ну, издержкой пока что и будет долго, является для первой элитной, соответственно, России издержкой, там экономика падает, там падают доходы. Поэтому одно не противоречит другому. Касаемо, можно ли снижать налоги, налоги просто должны быть принципиально перераспределены. Но почему это не то, что нельзя сделать, это невозможно сделать? Потому что тогда центр уйдет от своей основной функции, от централизации. Ведь когда я говорю, что я, условно говоря, не хочу быть президентом, а я хочу быть исполнительным директором федеративной республики, это и есть то, о чем я говорю с точки зрения как раз распределения налогов. То есть не отбирать у регионов там все 100% денег, а забирать у них на какие-то исполнительские функции, а не сначала отсосать оттуда, а дать возможность регионам конкурировать за инвестиционно-привлекательные объекты. То есть у кого-то есть ресурсы, у кого-то этих ресурсов нет. Но за счет как раз, чем прелесть условных Соединенных Штатов, у них разные налоги. У них реально федеративное управление. И они называются Соединенные Штаты, хотя было бы правильнее называть их Федеративные Штаты Америки. Потому что принципы, многие знают, что в одних штатах там есть смертная казнь, в других штатах нет смертной казни. В одних штатах запрещается одно. Мы, поскольку у нас большая территория, мы по-другому не можем управляться. Это связано именно с территориями, а не с тем, что мы там, вот пиндос такие, а мы вот всякие. Все большие территории могут управляться только федеративным образом. Поэтому с Саузаном спорить в этой парадигме не вижу смысла. Он не заблуждается, он показывает, почему это не может произойти. Я бы, поэтому, когда он выдвинул эти три тезиса, он правильно объясняет, почему это не может произойти. Другое дело, что перелом экономический все равно произойдет. И вот какую модель следующую мы выберем, это зависит от того, что мы обсуждаем в виде гражданского общества. А я, к сожалению, боюсь, что наше гражданское общество опять выберет ту же самую модель. Но просто, как оно посчитает, по-честному распределяется. Что это взять и поделить. И поэтому вопрос, то время, которое мы тратим, мы тратим как раз на пробуждение не на 3-4 миллиона, которые, как с одной стороны, готовы похейтить то, что мы говорим, или которые нас поддержат. А мы постараемся работать на вот эти основные 60 миллионов. И очень хотим, чтобы именно вы работали вот с этими 60 миллионами, для тех, кто является провластными, чтобы они работали с теми, кого они называют либералы. А те, кто называют себя либералами, чтобы они работали с теми, кто является ватниками. Чтобы было такое перекрестное. Потому что главное пробуждать вот эту, это и задача-то элиты есть. Пробуждать мозг народа. Завершающий вопрос, друзья. Фридрих Ницше сказал такую фразу, в кавычке открыть. Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно, и лошадь ползет из уст его. Я государство, есть им народ. Кавычки закрыть. Российское государство в первой тройке холодных чудовищ или у него средняя температура по больнице? Я думаю, что российское государство в области родоплеменных взаимоотношений. И поэтому это не вопрос не в государстве. Это вопрос в нашей зрелости. Какую визионерскую картину мы видим в себе? Какую визионерскую картину видят те самые 60 миллионов, которые тупо воткнули себе в Вену телевизор? Приходишь в аптеку, там телевизор работает. Приходишь в автосервис, телевизор работает. Приходишь в дом пенсионеров, телевизор работает. Ну, даже старый мультик говорит, что главное украшение новогоднего стола какое? Телевизор. И до тех пор, пока вы сами себе, вас никто не заставляет его выключить, вы имеете право. Вы хотите вот этот высокий накал страстей вместо того, чтобы вести простую жизнь, эту жизнь доталкивать до какого-то совершенства. Вот поскольку вы хотите быть большими и страшными, вам наши пропагандисты дают это большое и страшное. Вы вершите, как вам кажется, судьбу мира, а на самом деле у вас туалет очко в виде очка вон там за углом. Поэтому хотите великими и страшными быть в ваших фантазиях, будьте. Это ваша виртуальная реальность, которую вы видите. Ну, радуйтесь. Дмитрий Валерьевич, благодарю. Друзья, подписывайтесь на канал. Еще раз напоминаю, посмотрите интервью с Жириновским. Я старался, оно того стоит. До следующей встречи. До свидания.